Давайте познакомимся с тем, как определяется класс типов MONAT и какими свойствами он обладает. Посмотрим в код. Класс типов MONAT определен следующим образом. Это класс типов, параметр которого обычно по качеству параметра используют букву M. Вместо M в представителях этого класса типов мы будем подставлять конкретные однопараметрические конструкторы. То, что конструкторы однопараметрические, видно по аппликации переменной M, по ее использованию внутри функций этого класса. M всегда применяется к некоторому типовому параметру A. Таким образом, kind переменной типа M должен быть звездочка, стрелочка, звездочка. То есть это действительно однопараметрическая конструкция. Сюда мы можем передавать, например, список или maybe, но тип int и double мы сюда передавать не можем, поскольку они не подходят по артности конструкторов. Теперь давайте посмотрим на то, какие функции выставляет интерфейс MONAT. Этих функций две. Первая простая функция называется return. Эта функция делает следующее. Она берет некоторое значение и некоторым тривиальным образом упаковывает это значение в тот контейнер, который мы используем здесь, который мы объявляем представителям класса типов MONAT. Функция return действительно должна быть тривиальна, поскольку функцию с таким типом можно реализовать многими способами. Ну, например, для списков, как мы можем реализовать функцию return. Ну, мы можем, например, взять это значение и вернуть список из трижды повторяющихся значений, трехэлементный список, значений, которые переданы сюда в качестве аргумента. Однако тривиальный способ на самом деле другой. Мы можем посмотреть на то, как работает return. Давайте напишем здесь return. Тип ее виден там. Мы можем спросить про тип функции return. Ну, этот тип это тот же самый, который написан сверху. Мы можем, скажем, спросить, что значит return true. Мы видим, что здесь возвращается некоторая полиморфная конструкция. Однако полиморфизм здесь, в отличие от обычной ситуации, полиморфизм по контейнеру. Мы говорим, что внутри контейнера лежит значение типа bool, а сам по себе контейнер полиморфен, и на него наложено ограничение контекст monat m. Ну, поскольку, как мы уже представляем, списки и тип maybe являются монатами, мы можем уточнить, что мы хотим. Например, мы можем спросить, что значит return true для списков. В качестве m я использую конструктор списка. Ну, я мог бы здесь написать bool. Давайте здесь напишем bool. Мог и внутри списка написать. Ну, вот мы видим, что return упаковывает значение в список. Но это значение присутствует в единственном экземпляре. То есть, когда я делаю return для списка, я конструирую одноэлементный список. Ну, как выглядит return для контейнера, который зовется maybe? Прошу прощения. Для maybe тоже довольно очевидно. Просто используется конструктор just, и значение упаковывается в... Значение true упаковывается в этот самый контейнер just. Здесь, в общем, это похоже на список, но если в случае списка у нас был выбор, сколько раз элемент повторять, то здесь, в общем, особого выбора нет. Хотя можно было бы написать, что здесь возвращается nothing. То есть, реализация функции return, она полностью на совести программиста. Однако мы потом увидим, что для monad имеются законы, которые, в общем, запрещают писать return в таком виде, отличном от того, который мы увидели. Наличие оператора return позволяет превратить любую функциональную стрелку, любую функцию из a в b в стрелку клейсли. То есть, в вычисление, которое возвращает нам значение, упакованное в контейнер. Давайте напишем это сами. Ну, во-первых, как будет выглядеть функция to клейсли, превращающая функцию в клейсли? Она будет выглядеть следующим образом. У нас в качестве аргумента передается некоторая произвольная функция, а мы хотим эту произвольную функцию превратить в стрелку клейсли, то есть функцию из a в значение b, упакованное в некоторый произвольный монадический контейнер. Все, что нам для этого нужно, это наличие функции return. Действительно, давайте попробуем это сделать. Нам нужно упаковать в контейнер значение типа b. Пускай у нас есть некоторое значение x типа a. Тогда мы можем применить это значение к этому значению функции f. Функция f у нас имеет тип стрелка из a в b. f мы получаем выражение, имеющее тип b. Теперь выражение, имеющее тип b, нам нужно упаковать в монадический контейнер. Для этого у нас есть замечательная функция return. Поскольку a полиморфно, то b тоже подходит. Мы можем просто написать return fx. Это еще не совсем то, что нам нужно. Нам нужно получить функцию из a в b. Но это уже довольно легко. x у нас имела тип a, поэтому мы можем взять и абстрагироваться по x, написать λx и поставить стрелочку. Вот такая вот конструкция принимает значение типа a, применяет функцию f к этому значению, получает значение типа b и дальше возвращает нам, значит, с помощью return значение типа b, упакованное в какую-то монаду. Ну, мы могли поступить немножко и по-другому, а написание функции туэклесли в таком виде, оно полностью эквивалентно такому. Мы можем здесь говорить, что нас не интересует ни функция, а мы можем сказать, что туэклесли это функция двух аргументов. Ну, тогда все становится несколько более простым. x у нас уже да. И мы можем писать это выражение без лямбд. Вот таким вот образом. Возможно, это более простая для понимания конструкция, но на самом деле мы знаем, что это одно и то же. Такая работа с лямбдами, она нам понадобится в дальнейшем, поэтому я просто продемонстрировал два возможных подхода к написанию этой самой функции. Но давайте сохранимся, перегрузим наш модуль. И теперь воспользуемся функцией туэклесли, посмотрим, каким образом она работает. Ну, например, я хочу взять косинус и превратить его в стрелку клейсли. Я вызываю функцию туэклесли, передаю туда косинус, и у меня получается по типу именно стрелка клейсли. Ну, ограничение у нас, естественно, floating b из-за того, что это косинус, monad m из-за того, что у нас return требует monad, у нас функция туэклесли, есть такой контекст, и тип вот такой вот, b стрелочка mb. То есть вот действительно косинус превратился в стрелку клейсли. Мы можем применить этот самый косинус, превращенный в стрелку клейсли, к произвольному значению, ну, например, к нулю. Тогда у нас получится некоторое значение, косинус нуля, упакованное внутрь монады m. Ну, для того, чтобы указать, какую монаду мы хотим использовать, мы, естественно, должны указать целевой тип, потому что результат у нас довольно полиморфен. Если мы хотим использовать монаду списка, ну, тогда мы пишем список. Ну, давайте напишем double, как тип, который выставляет интерфейс floating. Ну, вот, запросив списку, мы получили косинус нуля, и упакованный с помощью return в список получили одноэлементный список. Если мы хотим, мы можем с помощью той же функции преобразовать наш косинус в стрелку клейсли в монаде maybe. Просто указанием типа. Вообще говоря, это универсальное преобразование в стрелку клейсли для любой монады. Ну, и, наконец, еще один тип данных, который стоит продемонстрировать. Это тип данных ИО, контейнер ИО. Это тоже монада, которая отвечает за ввод-вывод. Ну, естественно, у нас вывелось на экран значение. Дело в том, что все, что мы делаем в GHCI, на самом деле представляет собой работу в монаде ИО. Правда, явно мы об этом пока не знаем. Поэтому то, что мы указали ИО, всего лишь говорит, что результат нужно вывести в поток вывода.